Здравствуйте. РБК продолжает свою работу на Петербургском международном экономическом форуме. В нашей студии доктор экономических наук, профессор, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. Александр Александрович, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что пришли. Добрый день. Это и есть общественный договор. Состоял в том, что государство поддерживает рост потребительского хозяйства в обмен на то, что граждане не вмешиваются в политическую жизнь государства. И так прожили до 2011 года, а потом вот тот договор рухнул. И в 2014 году родился новый договор на основе предложения геополитического величия, готовность людей участвовать в укреплении геополитического положения страны. Так вот, с 2014 по 2018 год люди платили за достижение этой цели снижением реального жизненного уровня. На 10% с 2014 по 2018 год снизился доход российских граждан. А сейчас не снижается доход, но фактически предлагается заплатить налогами. Поэтому налоги очень важная вещь. Налоги это симптом того, куда идет государство. Я бы сказал, в нынешней налоговой реформе видны две вещи. Первое, что за геополитическое величие надо платить и вообще говоря, надо платить всем. Второе, что тяжесть этого бремени распространяется по новым принципам, потому что государство, начиная с конституции 2020 года, которое переполнено социальными обязательствами в обмен на снятие ограничений ротации власти, государство подчеркивает, что у него целью является поддержка многодетных семей, сокращение бедности. И ведь можно было, как сделать? Можно было сделать более экономически результативно, повышая налоги на расходы богатых, на предметы роскоши, на недвижимость и так далее, и так далее. Но это не эффектно, а эффектно ввести прогрессивную шкалу, показывая, вот смотрите, насколько больше у нас будут платить богатые, как мы перераспределяем от богатых бедными. Поэтому величие страны и социальная справедливость – это та картина, которую должна демонстрировать нынешняя налоговая реформа. Насколько она будет экономически эффективна – это другой вопрос. Вы сомневаетесь в экономической эффективности? Да, сомневаюсь. Я бы сказал, что есть инструменты для того, чтобы и в таком варианте повышения налога на доходы физических лиц поднять эффективность. Если вы помните, у нас есть такой маленький кусочек налоговой системы, возникший с 2021 года, когда дополнительные 2% налога на доходы физических лиц целевым образом направляются на борьбу с орфанными заболеваниями. Впервые в российской налоговой системе возник целевой налог, который не тонет в казне и не попадает под прямое распоряжение Минпина. Я бы сказал, что если бы вот эти дополнительные процентные пункты были бы способом для людей голосовать за те или иные вложения этих денег, потому что это решение должен принимать не президент, а налогоплательщик, тогда бы мы увидели более высокоэффективность расходов и больше контроль за бюджетом. При этом нам же Минфин, например, да, много раз уже объяснил, на что пойдут вот эти вот дополнительные сборы, что это исключительно социальные, общественно полезные нужды какие-либо. Я бы сказал, что у государства есть 3 первоочередные потребности, которые я даже не знаю, можно ли совместить, хватит ли фискальных и прочих источников для того, чтобы достигать этих целей. Это оборонка, давайте говорить прямо, потому что почти 7% валового продукта – это много. Это социалка. И сейчас они перемешались между собой, потому что социальная поддержка пошла в значительной степени по линии военнослужащих, контрактников, их семей, компенсации за ранение и смерть, социальной защиты и социальной заботы об этих семьях. И третья задача – инфраструктура. Потому что разворот на восток – это тяжелая история, и бизнес будет вкладываться только вторым после того, как что-то сделает государство. Поэтому задача-то больше, чем нужно для нормального бюджета. Бюджет реально будет перенапряжен. Российский средний класс, которого, судя по всему, повышение НДФЛ в основном и коснется, он существует, на Ваш взгляд, или только кажется Росстатами? Это интересный вопрос. Мне кажется, что средний класс – не статистическое явление. Это вопрос самоидентификации людей, которые ведут себя определенным образом. Ведь наш средний класс стал возникать в этом варианте, пожалуй, в 90-е и нулевые годы. И очень тесно это связано даже не с ростом доходов, в нулевые годы. А распространение определенных представлений, что динатурат пить не надо, что фитнес находится за углом, а деньги можно хранить в депозитах. Культурные паттерны, которые для бедных людей не существуют, они образуют этот самый средний класс. Причем чрезвычайно пёстрый. Потому что средний класс, он ещё и меняет всё время свой состав. Там и представители свободных профессий, и чиновники. И, конечно, сейчас в нынешних условиях подъёма оборонки, инженерный состав оборонно-промышленного комплекса, он входит в этот средний класс, если раньше в нём не было. Поэтому есть ли средний класс? Есть, конечно. Есть. Есть как набор определенных представлений о том, как надо жить. Надо ли покупать квартиру и так далее, и так далее. Насколько это волатильная составляющая? Это волатильно, причем и в количественном смысле, и в качестве. Потому что средний класс одновременно при таком составе является носителем и консервативных, и либеральных, и патриархальных представлений. Поэтому я бы сказал, что это гораздо более сложное, такое многообразное явление, чем принято считать. Да. Поэтому чего ожидать от среднего класса? Надо смотреть, из кого он состоит. Тогда мы что-то можем предположить. Что в нём меняется? Кто уходит, кто приходит. В целом, про экономику российскую, если говорить, нынешний, ну, назовём его так, военный драйвер нашей экономики, он надёжнее сырьевой иглы? Он другой. Сходство состоит в том, что происходит, конечно, структурный сдвиг в сторону определённых отраслей. При традиционном положении, когда нефтяная игла была центром экономики, понятно, что это тормозило развитие обрабатывающих производств, других переделок и так далее. Конечно, огромный рост оборонной промышленности, который произошёл за последние два года, структурно сдвигает экономику, заметно. Но по воздействию они немножко разные, во многом разные, потому что военная экономика, она имеет значение такого адреналина для экономического развития, пока не нарушает макроэкономическую стабильность. На мой взгляд, мы практически на этой грани. Потому что пока макроэкономическая стабильность не нарушена, но заметьте, что при ставке 16% инфляционные ожидания не падают. Обрушение аккредитования не произошло. И это означает, что где-то близко опасная граница, за которой возможно спиралевидное развитие инфляции. Зарплаты и цены, зарплаты и цены. И это при дефиците труда, который точно будет подталкивать к росту зарплат, и не обязательно будет подталкивать к росту производительности. Поэтому нынешнее воздействие такого военного драйвера, конечно, обеспечило увеличение спроса. Но оно не обеспечило одновременно предложение, которое этот спрос компенсирует, потому что нельзя же снарядами и боевыми машинами расплачиваться с инженерами, которые работают в обороне. В итоге возникает такой денежный навес, возникает угроза. Если говорить о воздействии на будущее, то самый принципиальный вопрос – это можно ли сделать конверсию? Можно ли из того технологического рывка, который делает оборонная промышленность, сделать действительно технологии двойного назначения? Должен сказать, что в нашей истории, по-моему, нет примера удачной конверсии. Сковородки выпускали. Это не то. Потому что это были самые дорогие сковородки в мире. Титановые. Поэтому хорошей конверсии у нас не было, но то, что это в принципе возможно, пожалуйста, Израиль, скажем, накачивая военную экономику, он одновременно делает технологии, которые выходят потом в гражданский сектор, правда, скорее других стран, чем самого Израиля. Поэтому думаю, что вопрос будущего, что можно сделать хорошего с наработанными технологиями, и, простите, добавлю такую террористическую нотку, и людьми, которые прошли через военные действия. Потому что и из военных технологий нужно будет извлекать что-то мирное, и из вернувшихся людей нужно делать такой человеческий капитал, который найдет себя в экономике, потому что иначе образуется известная проблема лишнего поколения. Третий год. Мы уже в такой ситуации. Вы видите какие-то признаки, хотя бы планы, может быть, по вот такой конверсии промышленной, технологической и по-человеческой? Мне кажется, мы только сейчас стали задумываться о том, что будет после. Поэтому планов нет, не вижу. А размышления о том, что рано или поздно страница будет перевернута, и нужно будет предпринимать какие-то действия для людей и для экономики, закрывая предыдущую страницу. Вот такие обсуждения, пожалуй, что начались. Вы сказали, что пока не видите угрозы макроэкономической стабильности. Что может стать сигналом, что эта угроза, вот она уже наступает? Простите, угрозу я как раз вижу. Я вижу одновременно сохранение макроэкономической стабильности. И со стороны ЦБ, и со стороны Минфина им удается удерживать эту ситуацию. Но я считаю, что мы на грани. Потому что обсуждение, хватит ли жесткой риторики ЦБ, чтобы остановить этот процесс, или нужно будет дальше поднимать и поднимать ставку, это как раз звоночек. Это звоночек того, что мы вышли на предел в употреблении адреналина. Ну, то есть снижение кредитования, разгоняющаяся инфляция одновременно. Вот это вы имеете? Конечно, да. Вы сказали очень важную вещь, что мы только сейчас начинаем об этом задумываться. Ну, говоря про конверсию, про то, как мы будем жить завтра. Это касается, наверное, всех отраслей нашей жизни. Совершенно всех областей. Нам все время говорят, что экономике нужны длинные деньги. Они действительно всегда нужны. Мы можем, умеем вообще думать в долгую, особенно в тех областях, которые касаются финансов. Мы, в принципе, не умеем думать в долгую. Главной культурной проблемой страны, с моей точки зрения, является так называемое высокое избегание неопределенности. Мы на первых местах в мире в этом страхе перед будущим. Поэтому снизу доверху мы, неважно, даже когда рисуются планы до 30-го года, люди реально думают на год-два вперед. И это большая проблема. И вверху, и внизу. Поэтому я, скажем, не очень верю в то, что может быть значительное повышение доли инвестиций в стране, где вот такой короткий взгляд на 1-2 года. Собственно, скорее всего, это следствие высокой избегания неопределенности, следствие прежних шоков. Потому что страна за 100 с небольшим лет пережила несколько революций, радикальных реформ и так далее, и так далее. И вот возникло такое ощущение, вот больше не надо, ладно? Больше не надо. Давайте лучше поживем в статус-кво, который называется стабильность. Но это чревато отставанием страны. Потому что надо перестать бояться будущего, для того, чтобы появились реальные венчуры, инновационные технологии. И двоение капитализации фондового рынка. Да. И хочу сказать, что, в общем, прежде всего надо перестать бояться делать ошибки. Потому что культура неудачи – это то, что лечит болезнь высокого избегания неопределенности. Успех возможен только после нескольких неудачных попыток. В этом смысле я совершенно солидарен с выпускником нашего факультета, экономического факультета МГУ, а ныне министром обороны Андреем Белоусом, который сказал, что пытается руководствоваться принципом ошибаться можно, врать нельзя. Вот для экономики это и есть самое правильное. Потому что ошибаясь, вы прокладываете пути в будущее. Но если вы не признаете этих ошибок, то вы, конечно, впадаете в традиционную русскую болезнь, вы бегаете по граблям. Вы одни и те же ошибки будете повторять. Поэтому можно ли продлить горизонты? Я думаю, что осознание этой задачи уже пришло. Обращаю ваше внимание, что с октября 23-го года в России действует стратегия развития финансовой культуры, первым показателем которой является удлинение горизонта, планирование у людей, горизонты, на которые они смотрят. Причем это дело не безнадежное. У нас же 10 лет назад, например, люди не инвестировали вообще. А после того, как появились цифровые технологии, прежде всего Тиньков тут внес свой немалый вклад, когда в два клика можно инвестировать. У нас счет инвесторов пошел на миллионы людей. То есть стартовые точки для длинного взгляда у нас есть. Да, но потом был 22-й год и блокировки. 23-й год и блокировки. Понимаете, длинный взгляд ведь живет не в том, что экономика двигается ровно-ровно. Такого не бывает и не будет. Потому что если не внешние факторы, то динамика конкунктуры будет приводить к тому, что макроэкономические показатели будут ходить туда-сюда, вверх-вниз. Но длинный взгляд в нас живет в другом отношении. Если у нас есть дети и внуки, родители, бабушки, дедушки, и мы про это думаем, мы уже живем в столетнем времени. Просто надо осознавать, что и страна живет в столетнем времени, и нужно думать о тех проблемах, которые не решаются за два года, но решаются за 10-15 лет. Я очень радостно слышу, что вы не считаете оксюмороном планирования в долгую, даже в нынешних условиях. И что вы видите надежду здесь? Потому что эти планы придется корректировать, потому что да, мы не угадаем какие-то факторы, но цели-то мы можем иметь длинные, иначе мы просто не люди, а какие-то функционалы. Последний вопрос, Александр Александрович. Изъятие активов. Вот сегодня об этом тоже говорили Эльвира Набиулина и Антон Силуанов со ссылкой на неэффективное управление, на возможные нарушения процедуры приватизации. Какими отдаленными последствиями может нам грозить? Я думаю, что из этой точки могут вести разные траектории. Потому что, в принципе, конечно, изъятие активов ведет к размыванию прав собственности, а размывание прав собственности чревато тем, что падают инвестиции. Потому что, ну, я не буду вкладываться в объект, который у меня вдруг могут забрать. Но, мне кажется, почему возможны разные сценарии? Я пока не очень понимаю. Это попытка А. Передать какие-то активы от одних людей другим. Б. Продолжение расширения государственной собственности. С. Демонстрация бизнесу, что если он не согласится на радикальные налоговые изъятия, то можно и займать активы. В последнем случае это будет достаточно короткая волна. Когда будет заключен пакт, новый налоговый пакт, возможно, это активность государства будет внести. Я сомневаюсь, что это направлено на расширение государственного сектора. Мы, да, мы пережили два длинных тренда. В 90-е годы, понятно, жили расширением частной собственности. И вообще говоря тем, что бизнес осуществлял захват регулятора, с нулевых годов понесли в другую сторону мешки. Регулятор стал захватывать бизнесы. И это продолжалось до, по-моему, очень важной точки, до 2022 года. Потому что в 2021 году это сейчас общепризнанно. Российская экономика адаптировалась и выжила благодаря рыночной и бизнесовой структуре. Это признает правительство, это чувствует сам бизнес. И дальше возникает вопрос. Вообще без бизнеса остаться не хотелось бы. Кто будет живучесть страны обеспечивать? Но одно дело живучесть, другое дело развитие. При таком размывании прав собственности вы будете иметь выживаемость страны, но не будете иметь инвестиции в будущее. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, Александр Александрович. Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ в студии РБК на Петербургском международном экономическом форуме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин